Думаю, что это инициатива его защиты, это стратегия его адвокатов, что конкретно Алексей Валентинович хочет сказать, несложно сейчас представить, но очевидно, что сейчас постепенно его информация о нем сходит с первых полос, то есть это уже перестает быть новостью, что скорее всего не устраивает линию защиты. По всей вероятности все-таки избрана линия на достаточно высокую степень публичности процесса и в этом случае данное заявление оправдано, поскольку подобного рода информационные поводы будут создавать постоянный интерес к фигуре Улюкаева и подогревать вот те симпатии, которые имеет определенная часть, прежде всего либеральная часть общества к его фигуре, как человеку, который якобы ни за что пострадал. И, соответственно, вот здесь такая корпоративная солидарность к своему представителю сословия, который достаточно долго был сторонником тех или иных забиральных идей. Вот в этом смысле я думаю, что повторяется ситуация, которая была, ну и в какой-то степени остается с тем же Никитой Белых, хотя немножко разные процессы, но тем не менее и сторона защиты Белых, она также, особенно на первых порах, ориентировалась на публичность процесса. Я не думаю, что Улюкаев сделает какие-то сенсационные открытия, сенсационные заявления в рамках этого своего выступления. По всей вероятности нет, но он все-таки будет стараться в той или иной степени оправдать себя и представить себя вот в какой-то степени невинной жертвой и жертвой провокации. Вот, скорее всего, именно эта линия поведения будет избрана. Я не думаю, что мы услышим от него перечень лиц, сопричастных к тем или иным коррупционным схемам. Не думаю, что Улюкаев будет новым Сноуденом в этом смысле, человеком, который сейчас нам поведает о каких-то тайных махинациях власть придержащих. Нет, я думаю, что это стремление самооправдаться и избрать минимальную степень, придерживаться линии минимальной степени вины и максимизации публичности. При этом в процессе, надеясь на получение дивидендов от данной линии поведения.